всем привет меня зовут вика давайте посмотрим новый расклад таро для мужчин какая же судьбоносная встреча вас ждет какая женщина на вашем пороге видеть как она спешит у меня даже карты уже вылетают из рук как всегда настраивайтесь на расклад для энергообмена ставьте лайк подписывайтесь на мой канал делитесь видео друзьями смотрим в каких же энергиях вы находитесь так вы такой мечтатель ой как вы любите расслабляться вот вы настолько устали как-то по жизни морально душевно кто-то и физически устал вам так сейчас них от не хватает отдыха и покоя вот реально особенно вот знаете у кого есть частный дом допустим свой дом может быть кто-то в деревне живет либо же на даче да вот ну реально вот вам настолько вот хочется отдохнуть вот у кого частный дом у вас работы стало еще больше у вас в принципе эта работа вам по душе вот я сейчас говорю у кого есть как бы вот эти вот земельные дела всегда с одной стороны вы это любите но вы так устали от этого вы понимаете что это только начало вам только так хочется вот просто вот как на карте у нас да просто вот налить горячую ванну и просто полежать расслабиться кому-то хочется просто полежать может быть на диване чтобы никто не трогал чтобы вообще все оставили в покое отключить телефон и никто даже не дергал вот душевная такая знаете душевная даже не знаю вот какое слово подобрать истязание вот настолько вы себя истязали работой что уже просто вот эмоциональное выгорание у вас выгорание просто потому что вы такой вот пахарь который будет до последнего работать до последнего будет что-то делать вот и в работе это касается всего если вы работаете то вы работаете ну до упаду и по дому и на работе и там в саду в огороде на даче где угодно безумно хочется вам отдыха смотрите вы такой человек у которого сейчас я не могу сказать что у вас там кипят страсти в душе личной жизни я на данный момент не вижу абсолютно серьезных отношений не вижу кто знает мои расклады то вот эти вот девочки однодневочки я во внимание не беру да понятно что у кого-то они есть кто-то расслабляется кто-то для здоровья но в принципе вот я говорю о серьезных отношениях сейчас не вижу их вы такой человек вот у вас сейчас вот такой штиль я бы сказала эмоции не кипят вот ваши эмоции они откипели уже они у вас уже давно позади сейчас уже настрой на позитив появляется вот единственное что вот эта усталость она немного вас огорчает потому что ну сложновато сложновато тянуть одному лямку сложновато еще потому что рядом нет человека который мог бы даже морально поддержать я сейчас говорю о женщине даже сложновато финансово может быть вот у вас очень четко я смотрю вот на всех картах да у нас проигрывается вот четвероногий друг вот реально в жизни у вас может быть такое что вот ваши вот эти котики собачки да у кого какие животные есть думаю крокодилов ни у кого нет напишите какие животные у вас есть они наверное все таки ваши вот единственные такие самые верные самые преданные друзья так что еще происходит у вас в жизни вы очень лояльный такой человек очень покладистый вот знаете вы еще такой но мечтатель вы как начнете мечтать и потом когда вот это не сбывается то конечно бывает ну так сложновато вот в чем-то вы как наивный ребенок даже несмотря на то что вы мужчина да вы еще знаете может проигрываться несмотря на то что вот вы впахиваете да с одной стороны вот такой пахарь по по жизни у кого-то это вынужденный вы пахарь потому что ну за что-то нужно жить да нужно и работать нужно зарабатывать нужно по дому может быть что-то делать больше некому но есть такая еще у вас черта вот когда вас оставить в покое да вот когда забрать вот эту всю суету ну можете вы полениться немного еще может проигрываться то что опять же некоторые из вас оставшись без женщины да можете вот эту лень матушку развивать в себе очень здорово когда не хочется допустим лишний раз себе что-то приготовить одно дело готовить на семью там любимой женщине а себе ну так что-то там я и шинку побыстричку да кипяточек приготовил и до свидания вот как-то еще может проигрываться что для себя вы расслабились вот для себя вы включили лень матушку я смотрю вот уже не по одной карте у вас выпадает реально что отдых и отдых и отдых вам нужен поэтому ребят вам уже это как бы совет таро ну нужно немного себя разгрузить нужно отдохнуть работа не волк в лес не убежит поэтому надо притормозить вот хотя бы дома да как-то структурируйте может быть сегодня это сделаю завтра это чтобы но вы себя ну не истязали работой так смотрим что же за судьбоносная встреча вас ожидает знаете опять же некоторые из вас возможно даже уже как бы отчаялись отчаялись повстречать кого-то есть своего рода ну не то чтобы разочарование хотя она тоже в принципе есть но вот то ли это опустились руки то ли вы уже поставили крест на личной жизни да вот вот это еще ваше моральное состояние усталость безумная усталость со всех сторон именно психологическая вот душевная стопроцентная вот моральная до усталость из-за этого еще может проигрываться что как-то но сейчас вот но вы не думаете о женщинах вы не думаете в том плане что вот отношения отношения ведь требует очень много заботы отдачи и финансов и времени всего да а вы один и вы уже ну как бы выгорели вот есть некоторая такая подавленность в этом плане хотя я вам скажу напрасно у вас еще полно полно запаса сил да может казаться что вы уже все выгорели на самом деле вот если вас смотивировать если вас окунуть вот эту пучину любви вы поверьте вы завтра же станете просто живчиком у вас нет мотиватора у вас нет для кого жить для кого творить для кого мчать лететь бежать да а для себя как-то вот реально вот для себя вы так с линцой стали не хочется не готовить ничего особо ну так иногда себя можно побаловать а так зачем то есть смотрите у вас сел еще ого-го запас у вас сил хватает причем смотрите я бы вам советовала в очередной раз сил набраться потому что у вас будет реально судьбоносная встреча причем смотрите одна женщина вот я бы почему-то сказала что она где-то живет возле вас вот вы пересекаете знаете вот бывает довольно часто что люди живут в одном доме на одной улице да вроде бы сто раз должны были пересечься как-то они пересекались вот одна женщина у вас будет это одно знакомство у вас будет сначала с брюнеткой вот будет брюнетка она может быть такая в теле такая ну пышечка я не говорю что прям толстая нет но она и хозяйская она веселая она либо же моложе вас либо даже просто выглядит намного моложе своих лет она очень такая гостеприимная она теплая вот идет найти даже от расклада такая вот энергетика вот тепла энергетика какого-то вот уюта что ли да то есть человек который вот может обогреть как солнышко всех очень такая вот позитивная женщина но чуть попозже опять же у нас был такой тоже расклад да вот проигрывается похожая ситуация чуть попозже у вас будет знакомство еще с одной женщиной это будет уже блондинка блондинка но это уж совсем молоденькая причем вот я вам скажу если выбирать между ними ну конечно вы сами это будете делать то лучше выбрать конечно же брюнетку ну это конечно вы будете решать но опять же то что я вижу вот если блондинка она двуликая она может быть не искренне хотя с виду вот она может быть такая девочка девочка вся белая пушистая вся такая наивная вот намного лучше намного искренней вот эта брюнетка допустя на там не супер красавица допустя на там не 90 60 90 не такая прям стройняшка но вот она именно такого типа же женщин которые созданы именно для семьи блондинка это так погулять потусить хотя с первого взгляда вы этого не поймете вот с первого взгляда она вам покажется да такая юная красавица молоденькая блондиночка да почему-то кстати у нас в обществе я не пойму почему принято считать что мужчины любят блондинок ну я сколько слышала мужчины наоборот любят и брюнеток кто-то любит рыженьких напишите кстати в комментариях каких женщин вы любите блондинок брюнеток блондинок только лысых не пишите пожалуйста а то я знаю вы еще те шутники поэтому смотрите у вас будет выбор среди двух женщин давайте-ка еще уточним вот я хочу за блондинку уточнить что она за дама такая она не очень-то уверенная в себе она вообще ну вот ну что значит очень юный человек она я бы сказала даже не до конца как-то вот сформированная что ли но в том плане что она не знает чего хочет от жизни она такая вот ну сею вею да она сегодня хочу одно захот завтра хочу другое плюс она еще ну я так подозреваю что она ориентирована на денежку и конечно хочется денежек побольше очень такая вот она ну живет играючи то есть но это кто хочет личные серьезные такие отношения однозначно это не к ней она такая да она покажется сразу вам супер красоточка молоденькая фигуристая да блондиночка и вроде бы такая белая пушистая но на самом деле она не такая белая пушистая какая кажется еще раз говорю это человек двуличный это уже очень плохая черта даст с одними она хорошая с другими плохая сегодня она одна завтра на другая да то есть какое-то притворство может проигрываться то есть не нужно быть осторожны и смотрим брюнет куда вот эту нашу ну смотрите здесь даже нечего и смотреть это человек вот она трудяга да вот она добрячка она посмотрите она даже если у вас там сад огород я не знаю дача она будет впахивать она будет помогать она будет очень гостеприимная да ну то есть это даже не идет ни в какое сравнение смотря с какой целью вам нужна женщина но большинство мужчины знаю на моем канале хотят все-таки для серьезных отношений они просто потусить какой-то малолеточкой ну то есть вот она знаете она умеет и отдыхать вот у нас на дне колоды она и отдыхать умеет она умеет и работать она настолько вот ну вот реально идет прямо на теплая какая-то энергетика от расклада вот как раз ребят будет выбор у вас не пропустите вот эту пусть она да пусть у нее там не супер фигура я понимаю что для вас внешность важна очень но все-таки главное какой человек какие качества да насколько она вот готова жить совместной жизни настолько она сформирована как женщина как хозяйка да потому что вот это вот блондиночка она как хозяйка она но никакая будет она абсолютно не рассчитана на семейную жизнь она еще не готова вот если по простому вот вот эта женщина она готова на вами борщ сварит она из саду в огороде там все что надо посадит польет и так далее вот это она будет гулять зажигать да еще и двуликая но я думаю нафиг с пляжа да такая дама поэтому как-то так у вас получается даже не одна а две судьбоносные встречи но вы уже сами выбирайте кого вы выберете конечно по сердцу по душе а пока вы мне напишите вот какие ваши впечатления вот сейчас после расклада кого бы вы выбрали вот эту вот хозяйскую даму либо вот эту двуликую девочку да молоденькая да симпатичная фигуристая там все потусить позажигать но это не для жизни вы же понимаете вот такой был расклад кому понравился ставьте лайк подписывайтесь на мой канал делитесь видео с друзьями и всем пока